Глава третья. Почему так много в жизни боли и болезней? Наше шаблонное мышление устроено зачастую так, что сохранить свои убеждения и свою правду нам важнее, чем наше здоровье. И мы будем держаться за эту правду до последнего и доказывать всё всем, даже если она не делает нас счастливым. Главное наше убеждение, даже если я пойму, что ошибаюсь, то всё равно буду отстаивать свою правду и не отпущу её. Вдруг буду выглядеть дураком, ведь я же так верил в неё. А многим стыдно признаться всем в своих заблуждениях, а уж тем более самому себе. Нам очень сложно признаваться в своих ошибках, которые не ошибки вовсе, а познание опыта. Почему нам так сложно? Для этого нам нужно подробно разобраться в своём мышлении и как работают нейронные связи. Давайте с вами поговорим, как устроен наш мозг, о наших шаблонах мышления и убеждениях. Итак, наш мозг всё время хитро сплетает нейронные связи и наши мысли в узлы убеждений. В некие солитоны нервных импульсов, условно крепкие конструкции, по которым течёт электричество. И для того, чтобы эти нейронные связи жили, они должны себя подпитывать энергией. Система должна быть крепкой и замкнутой, чтобы её невозможно было разрушить. И она будет требовать наше внимание, чтобы мы подпитывали её своей энергией. Солитон — система нейронных связей. Это какое-то наше убеждение, вера во что-то. Это некий шаблон и образ, которому мы следуем. Представьте, как беспрерывно электричество течёт по кругу этой связи. Нейронная связь становится крепче и крепче, когда мы убеждаемся в прочности этой мысли. Наша мысль буквально собирает физическое пространство вокруг. Мы это видим и верим этому. Солитон не может позволить себя разрушить и всё время подкидывает мысль, отражаясь в нашей реальности, чтобы мы в неё верили. И каждая попытка в неё верить укрепляет эту связь, делая её более крепкой, более нерушимой. Наше внимание и вера в это убеждение делается Литон живучим, как никогда. Если наше убеждение начинает ослабевать, мы перестаём давать импульс, энергию для жизни этому убеждению. Начинается сопротивление этого участка, он уберегает себя от разрушения и начинает подкидывать мысли, чтобы мы снова и снова обращали внимание на это и, убеждаясь в своём устойчивом мнении, снова эту связь укрепляли. В жизненных реалиях начинаются точно такие же сопротивления. Мы начинаем себе подкидывать события, чтобы убедить себя продолжать в это верить. Наш мозг растёт с невероятной скоростью — 400 миллиардов отростков в секунду. Каждый отросток — это мысль, и каждый отросток даёт энергию, проецируя электромагнитную волну, и буквально фотонами, частичками света собирает изображение вокруг нас. Иными словами, строит мир. Всё, что мы наблюдаем вокруг себя, весь этот мир — это проекция нашего мозга. Мысль проецирует в нашем мозгу какое-то чувство. Оно складывается в образ. Мозг принимает решение, опираясь на это чувство, и внешняя реальность это решение подтверждает. Каждый раз солитоны, крепкие нейронные связи образовавшегося убеждения для того, чтобы жить, подпитывают нас мыслями и образами. Мы обращаем внимание на эти образы и подтверждаем их в реальности, давая тем самым энергию продолжать жить этому солитону. Если встречаем новую информацию, отличную от нашего убеждения, мы получаем нереальное внутреннее сопротивление, начинаем кипеть от злости. У нас скачет чуть ли не адреналин, пульс и кровяное давление. Эта устойчивая нейронная связь просто начинает с нами войну с большим выбросом энергии в свою защиту, чтобы мы ни в коем случае не разрушили это свое убеждение. Наверняка и сейчас у вас уже жутчайшее сопротивление на новую информацию, ведь наши убеждения таковы. «Мозг строит мир вокруг нас? Да ладно, не может быть!» В данный момент те отделы участков мозга, которые убеждены в обратном, начинают атаку и строят мир так, чтобы убедить нас не разрушать убеждения. И мы могли снова подтвердить свою старую правду. Поэтому у нас всегда идет огромное сопротивление на новое, на перемены. Мы будем держаться за свою правду до конца, даже понимая, что она совсем уже и нелогичная, и не удовлетворяет, и что эта правда не нравится, но быть убежденными в ней. Но помните, что это мозг, это наши шаблоны мышления. Те идеи, которые образовали крепкие нейронные связи, бунтуют. Для их разрушения придется себя ломать, но это не самая выгодная позиция, зачастую нерабочая, так как придется пережить очень много стресса, которому будет трудно сопротивляться. В конце концов, борьба с самим собой, которая порождает всегда бесконечную борьбу, может закончиться ничем. Но есть выход. Мы можем мягко перестраивать свои шаблоны мышления и убеждения в новые связи. Всегда помните, что какое бы убеждение в нашей голове ни было, оно проецирует картину мира, чтобы подтвердить это убеждение. И чем больше мы убеждаемся в этой правде, тем крепче эта связь становится. И чтобы перестроить мягко наше убеждение, мы не должны им сопротивляться, пытаться избавиться, отсечь эту правду, заменить ее на другую, начать отрицать эту правду. Совершенно бесполезное занятие. А вот принять это убеждение, взглянуть на него по-другому, увидеть полезность этой информации в другом ракурсе и по-новому ее применять для пользы себе и миру, это совершенно другой уровень. На этом принципе основаны все мои курсы, связанные с финансами, работой, здоровьем, исполнением желаний, решением любых проблем, так как все, что мы видим вокруг, это проекция нашего мышления. Эта проекция реальности подтверждает правоту наших убеждений, чтобы мы делали крепче наш мозг, и он жил. Любая правда, она самоподтверждающаяся. Наверняка вы это много раз слышали. Во что верите, то и получаете. Мы видим мир определенным образом, реагируем на него, убеждаясь в этой правде, которую увидели. А солитону это и нужно. Подпитать себя энергией для жизнедеятельности. Но то, что мы видим, это только малая часть. Истина совершенно другая. Отсюда и возникает болезнь. Тело просто не может промолчать и не среагировать на такой самообман. Оно будет кричать нам через боль. Самообман в том, что смотря на это убеждение, мы видим только со своего угла обзора. Только часть правды. Приведу пример убеждения, чтобы было понятно, о чем речь. Например, мы считаем, что жадность — это плохо, и пытаемся бороться с ней, отрицая ее. Нам не нравится это в других людях, мы осуждаем их, нам также не нравится это и в себе. Даже если вы сейчас скажете, что вы вовсе не жадный человек, я скажу, что вы сами себя обманываете. Вы неоднократно наблюдали в себе это чувство, но старались его заглушить. Мы даже виним себя за все те чувства и убеждения, которые считаем негативными. А за виной всегда будет стоять самонаказание. В случае, когда мы отрицаем в себе чувство, но оно есть, мы будем испытывать боль, и испытав вину еще за это, мы испытываем снова боль. Боль будет и душевной, и физической. Одна без другой не существует. Вопрос. Почему мы испытываем сигнал в виде боли? Ведь это же хорошо — отрицать такое плохое чувство — жадность. Меня же научили, что это плохо. Вот только подумайте над этим. Это наше чувство, оно есть. Мы его испытываем. Оно — часть нас. Если мы отрицаем что-то, свои чувства, то мы отрицаем сами себя. Очевидно же, без боли тут не обойтись. Мы пытаемся вырезать свой кусок себя. Больно же. Любая боль и чувство вины, как одна из разновидностей боли, всегда нам указывает на то место, которое мы пытаемся отрезать от себя, забывая найти этой части себя, этому чувству, которое является частью нас, новое применение. Оставьте в покое чувство жадности. Примите, что оно есть. А раз оно есть, значит, для чего-то это нам нужно. Взгляните на него по-другому, рассмотрите это чувство. Фокус должен быть на самом чувстве, а не на способе его применения. И если вы узнаете его, тогда вы сможете применять его талантливо, с пользой себе и миру. Я не могу его вам описать, чувства не поддаются словам. Но я могу описать вам новое применение. Например, быть жадным до знаний, до любви, до радости, жадным до жизни, до творчества и проявления, жаждать то, что принесет благо. Можно даже быть жадным до своего здоровья и не отдать свою печень, так как она нужна самому. И даже когда мы не хотим чего-то давать другим, то это тоже хорошо. Наверное, наша помощь может только усугубить положение человеку. И ему нужно пройти свой опыт. Он же в своей реальности не просто так создает себе долги. Или у нас просят в долг, но нам самим нужны деньги. Человек, не получив от нас денег, начнет что-то делать и как-то проявляться, работать, творить, придумывать способы и не будет жить с убивающим чувством долго к нам. Не страшны наши чувства, которые мы имеем. Страшно то, что мы отрицаем их и множество вариантов применения этих чувств и не даем себе развиваться, когда не задумываемся об этом. Когда мы начинаем что-то в себе подавлять, мы просто останавливаем себя от потока жизни и от множества вещей, которые мы могли бы сотворить в жизни. Отрицаем что-то, не даем этому применения, считаем плохим, убеждаемся в этом. И это будет отражаться в реальности, будут приходить люди, события в нашу жизнь, которые будут все это транслировать. Мы будем сталкиваться и с жадными людьми в том числе. И основная причина онкологии как раз таки связана с тем, что темное, непринятое, отрицаемое, плохое, как раковые клетки, начинает копиться в нас, требуя внимания. В основном это происходит у излишне хороших и правильных людей, которые живут с позицией позитивной психологией. Замечают только добро и отрицают все плохое, не принимая себя целиком. Эти сигналы нам давались в жизни многократно, но мы-то с вами позитивные люди. Все делим на плохое и хорошее. Хорошее — добро пожаловать, а плохое, хоть и заметили, сразу отмахиваемся. Говорим себе. Нельзя, это неправильно. Еще и осуждаем других за их проявления. Все токсичные мысли гоним от себя, подавляем. И это копится внутри нас. Телу ничего не остается, как показать нам это, даже через такие страшные недуги. Это наш собственный крик о помощи. Достучаться до себя через тело. И если к нам в жизнь приходят болезни и люди, которые нам не нравятся, вернее, их действия, то только из любви. Это происходит не потому, что мир несправедлив. Совершенно не поэтому. Мир как раз-таки гармоничен и справедлив, и учит нас. Эй, посмотри в зеркало! Я пришел к тебе показать тебя то, что ты так не любишь. Ты обязан это полюбить. Я пришел помочь тебе научиться любви. Я пришел помочь тебе узнать себя, то, что ты не видишь в себе или отрицаешь. Я помогу тебе увидеть через меня, и ты станешь более гармоничным и целостным. Если примешь эти дары и ресурсы. Помогите себе, рассматривая все, что мы отрицаем, в новом ракурсе, переводя в талант, сохраняя свой баланс и целостность. Резюме. Наш мир творится нашими чувствами и решениями, благодаря мыслям, вызывающих их. Наша боль и болезни сигнал отрицания себя и своих чувств. Мы видим только то, во что верим. Вся правда самоподтверждающаяся. Все, что существует, это часть нас. Любая боль, в том числе и вина, нам указывает на то место, которое мы пытаемся отрезать от себя, не найдя этому чувству новое применение. Рассмотрите чувства и все, что мы отрицаем. Что это? Найдите применение тому, что вам не нравится. Разглядите в этом талант и пользу. Все люди и события приходят к нам, чтобы научить нас гармонии и любви. Все люди и события приходят к нам, чтобы мы увидели в себе то, что не видим или отрицаем. Если что-то существует, значит, оно для чего-то нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok